Каждый пятый казахстанский выпускник, по данным соцопроса, намерен продолжить обучение за рубежом. Почти все абитуриенты из этого числа выбирают российские или китайские вузы. Почему так происходит и как предотвратить отток студентов из страны в Министерстве образования и науки комментировать отказались? Видимо, вопрос посчитали не таким важным для ведомства. Однако борьба за казахстанских студентов разворачивается, мягко говоря, не шуточная, подробнее. О студенческой миграции поговорим с президентом Ассоциации высших учебных заведений Казахстаном Рахманом Алшановым. Рахман Алшанович, доброе утро. Скажите, почему вузы соседних государств заинтересованы в казахстанских студентах? И нередко мы слышим о том, что сотрудники университетов, например, из России, к примеру, приезжают и буквально вербуют молодых людей в свои учебные заведения. Казахстан студенты активно выезжают за рубеж. Это программа Балашах. Многие стали открывать двери во многих университетах мира. Скажем, можно встретить в Америке, в Европе, в Америке, в Китае, в Корее, я вот недавно был, в Индии. Везде есть казахстанские студенты. Это хороший показатель. Потому что раньше мы были ограничены, а теперь мир открылся. В связи с тем, что Казахстан сегодня сотрудничает со многим государством мира. И мы должны знать, эти страны, экономические взаимоотношения растут, торговые отношения, скажем так. Поэтому это естественный процесс. Одновременно уровень Казахстана студентов, выпускников школы достаточно высок, и многие приглашают к себе, исходя из собственных интересов. Китай, например, около 13 тысяч студентов обучается из Казахстана. Китай выделяет тысячу грантов и намерен увеличивать. Потому что заинтересован в таком партнере, как Казахстан, потому что Казахстан занимает сегодня первое место среди Центральной Азии, второе место по СНГ, по сотрудничеству с Китаем. Российская сторона, там другая ситуация. Одновременно, учитывая исторические сложившиеся связи, сейчас демократические обстановки в России ухудшаются. Было несколько лет назад миллион семьсот тысяч выпускников школ, и сейчас осталось семьсот пятьдесят тысяч выпускников школ. Это привело к тому, что число студентов сократилось с семи миллионов до четырех миллионов. Это серьезная ситуация. В этой связи активно приглашают из Казахстана студентов. Им предоставляются гранты, стипендии, место в общежитии, скажем, трудосустройство дальнейшее. И за последние несколько лет, с 20 тысяч студентов из Казахстана, которые обучаются в России, сегодня число достигло 79 тысяч. Россия в прошлом году выделила 26 тысяч грантов, 26-29 тысяч грантов на бюджетные места. И они создали приемные комиссии в девяти городах Казахстана. Начиная с апреля месяца до осени они практически принимали, скажем, наших студентов. Для граждан Казахстана создано упрощенное гражданство. То есть, если студенты из Казахстана, обучающиеся в российских вузах, хотят остаться в России, для них представляется упрощенное гражданство. Ни для одной страны такого нет привилегий. Потому что Россия сегодня, у них минус 184 тысяч в этом году ожидается, в 2018 году. Они хотели бы 224 тысячи граждан получить, пригласить из двух стран, как минимум, из Украины и Казахстана. Для того, чтобы пополнить демократическую картину. Поэтому вот ситуация такая. И эту работу будут продолжать. В этом году, в прошлом году, начиная по инициативе президента, дополнительно было 54 тысячи, 20 тысяч грантов выделено. Это огромное число. Это позволило во всех програничных областях, во всех програничных областях, сегодня увеличить прием почти в 2-3 раза. Это стабилизирует ситуацию. Но, тем не менее, граждане России уезжают на историческую родину. Это естественный процесс. Поэтому, в данном случае, нужно, конечно, не делать трагедии из этого, но, по крайней мере, учитывать. Потому что, посмотрите, на все места, на русское отделение в северных регионах не было набора. Даже на русское отделение нет набора. Потому что Россия активно работает в этом направлении. Поэтому нужно сотрудничать с Россией, с министерством образования России. К этому относиться нужно естественно. Одновременно, целый ряд российских вузов открыли фериалы здесь. И обучаются в российских вузах, находясь здесь, граждан Казахстана, около 5 тысяч человек. Поэтому ситуация такая. Ну, с ростом рождаемости, сейчас число выпускников школы растет в Казахстане. Я думаю, эта проблема будет каким-то образом нивелирована. Но ситуация такая. В Корее я видел, они все заинтересованы в наших студентах. В Америке, в Европе, скажем так. Есть большой интерес зарубежных вузов в наших студентах. Рахман Ахлаженович, вот такой нескромный вопрос. Наши вузы все же способны сегодня противостоять так называемой утечке мозгов. Какие меры нужно предпринимать конкретно? Вы знаете, борьба за умы всегда была. Даже Соединенные Штаты Америки. Они активно превышают студентов из Китая, из Индии, скажем так, из Европы, из России, скажем так. Из других стран мира. Поэтому борьба за умы всегда была и есть. Они привлекаются хорошими стипендиями, большим трудоустройством, завтра с хорошей заработной платой. Конечно, нам трудно с ними конкурировать. Но в то же время мы видим, что многие наши граждане, которые обучают за рубежом, работают там, они остаются патриотом нашей страны. Установили контакты с нашей страны, везут технологии, приглашают наших студентов. Это имеет позитивный аспект, скажем так. Не надо одновременно думать, что ушли и все. Но в то же время, конечно, мы видим из северных регионов, как отмечает директор департамента миграции МВД России, уходят люди с высшим образованием, со средне-специальным образованием, а приток и внутренняя миграция нет заполнения. Поэтому мы должны учитывать это. Так трудно остановить, но, по крайней мере, надо реагировать. Надо разрабатывать механизмы компенсационные, адекватные механизмы, с тем, чтобы программа СЕРПН, которая там имеется, она активно работала над этим вопросом. По большим счетам, нужна хорошая такая адекватная программа, которая позволяет нивелировать эти проблемы. Но и одновременно расширять сотрудничество с нашими выпускниками, которые работают за рубежом. Они потом возвращаются, приносим новые технологии. Поэтому в этом есть и плюсы, и минусы. А вот есть цифры, как много иностранных граждан поступает в казахстанские вузы за получением реальных знаний? На какие специальности чаще всего поступают студенты других стран? Вы знаете, в последние годы воздрался интерес зарубежных студентов к нашей стране. Приток растет, конечно, не таким темпом, как мы хотели, но их сдерживает, потому что не хватает общежития. Для них недостаточно преподавания на английском языке, который они хотели бы, но тем не менее, этот вопрос решается. И мы с вами видим бурный рост в последние годы. Например, из Индии главный МОРЗ приезжает учиться на медицинской специальности. Сегодня, посмотрите, в Северном Казахстане, в Ахмолинской области, в Актюбинской области, в Восточно-Казахстанской области, не говоря бы о Алматы и Чемкенте, очень много студентов из Индии. Где-то свыше 2000 человек. Они готовы увеличить многократно, скажем так. В последние годы наметился приток китайских студентов. Они хотят учить экономику, хотят учить языки и так далее. Но для этого президент поставил задачу, чтобы Казахстан был хабом. Ну, посмотрите Австралию. Ежегодно обучают 180 тысяч иностранных студентов, и на этом зарабатывают около 20 миллиардов долларов. Почти половина тех денег, которые мы зарабатываем от нефти. У нас для этого все условия есть для обучения, но для проживания нужно, конечно, работать. Поэтому сейчас хорошие программы на английском языке появились в УЗАХ. Около 79 программ реализуются. Это число растет. Чисто наших преподавателей, которые знают прекрасно, владеют английским языком, обучались по программам в Балашах. Их число растет. Поэтому взаимные меморанды подписаны со многими университетами. Буквально вот сейчас звонил ректор Восточно-Казахстанского университета, профессор Джасулан Шаймарданов. Они готовы выехать в Индии, потому что Индия, в городе Хайдарабаде, есть интерес местного университета к обучению по металлургии. А в этом университете созданы уникальные технологии. То есть в последние годы оснащение нашего университета резко выросло. И мы можем принимать и обучать любых, скажем так, специалистов по темным направлениям. Ну, медицинский класс сборно развивается. Медицинский туризм развивается. Поэтому есть конкретные преимущества нашей страны, подготовив технических кадров. Посмотрите, сейчас в американских вузах раньше изучали другой тюркский язык, а сейчас изучают казахский язык. Даже вот в нашем университете Туран сегодня приехала группа американцев из Сиэтлы, изучают казахский язык. И с нас требуется, чтобы все говорили на казахском языке. Это справедливо. Поэтому мы должны быть готовы. Но сейчас они все просят, чтобы не хватать действительно общежития. Программа президента, чтобы дополнить, сейчас построить вузы 75 тысяч мест, одно время для наших студентов. И в то же время бизнес мог бы сегодня в условиях государственного частного партнерства построить общитель и зарабатывать на этом деньги. Потому что они же платят за обучение. Для них это выгодно. Для них это, скажем так, естественно, привлекает. Поэтому я думаю, граждане в Узбекистане в этом году кончают 630 тысяч студентов, выпускников школ, а мест в вузах 63 тысячи. Там огромная армия желающих учиться в вузах. И сейчас в Чемкенте, в Таразе, в Астане, здесь в Алма-Ате много студентов из Узбекистана. Протом сильные студенты. Я их видел в Китае, я их видел в Корее. Сегодня большие программы стоят перед Узбекистаном. Они хотели бы иметь хороший человеческий капитал. И резервы, возможности нашей страны позволяют эти проблемы решать. Я думаю, почему бы не воспользоваться этим. Ну что ж, спасибо. Пусть и Казахстан, наша страна, умеет правильно зарабатывать на знаниях, на образовании наших студентов, которые обучались или обучаются за рубежом. Спасибо. С нами этим утром говорил президент Ассоциации высших учебных заведений Казахстана Рахман Алшанов.